Элемент Элемент Учебная активность Модуль Семинар Является самым мощным способом активизации учебной деятельности За счет взаимных оценок сверстников и самооценок Студенты представляют свою собственную работу, а затем получают ряд работ от других студентов, которые они должны оценивать в соответствии с указаниями учителя или преподавателя Они также могут оценить собственную работу, если учитель или преподаватель предлагают это В качестве работы может быть введен текст непосредственно в редакторе Moodle Либо могут быть загружены файлы любого типа При условии, что у других участников есть программное обеспечение для их просмотра Весь процесс разбит на календарные фазы Преподаватель может решить, следует ли показывать или скрывать личности студентов друг для друга при оценке Две оценки будут в итоге в журнале оценки Оценка собственной работы студента и оценка качества оценивания работ сверстников Существуют разные стратегии оценивания семинаров Семинар является в первую очередь студента ориентированной учебной деятельностью Тем не менее, учитель или преподаватель может направлять обучаемых, предоставляя им примеры готовых работ Так студенты могут попробовать, прежде чем оценивать своих коллег А в конце семинара учитель или преподаватель может опубликовать некоторые лучшие или менее хорошие примеры Настройка семинара Включите редактирование И в том месте курса, где вы хотите, чтобы находился ваш семинар Выберите элемент семинар Дайте ему название и описание Которые скажут студентам, чему посвящен семинар При нажатии на знак вопроса Рядом с любой настройкой, которую вы не понимаете Будет отображена дополнительная помощь Если вы не уверены в параметрах оценивания, оставьте их по умолчанию Студенты получат две оценки Одну за работу, которую они представляют Оценка за работу И одну за качество оценок сверстников Оценка за оценивание Можно изменить значение, установленное по умолчанию 80% и 20% Если хотите Вы также можете установить пороговую оценку для обоих показателей Этот критерий, как правило, касается только тех студентов Которые получили оценку от других Хотя вы, как учитель или преподаватель Можете изменить отдельные оценки студентам позже Если вы считаете, что это необходимо Существуют следующие стратегии Накопительные Комментарии Количество ошибок Рубрика И оценка реального семинара Ссылка стратегии оценивания семинара Даст больше информации по каждой из них В настройках параметра оценивания Вы сообщаете, что студенты должны делать Для решения и выполнения этого задания Они могут ввести их непосредственно в Moodle Или загрузить один или несколько файлов Вы можете позволить им представить задания Позже установленного срока Новая версия 3.1 Вы можете указать, какие типы файлов Можно будет загружать В параметрах оценки Вы даете студентам инструкции по оценке С учетом оценки работ своих коллег Не давайте здесь подробной инструкции Потому что это будет сделано позже Вы можете позволить им оценить свою собственную работу Тоже, но на основе более детальных критериев Которые будут добавлены Отзыв даст студентам возможность Печатать свои отзывы вручную на сайте В виде текста В которых комментируется оценка от коллег Вы можете сделать это по выбору Или выключить его Они, рецензенты, оценщики Могут также загружать свои файлы В качестве обратной связи И новое Можно также добавить текст заключения По семинару, который будет отображаться Когда он закончится Вы могли бы найти для себя Очень полезным правилом Давать своим студентам Один или более примеров Работ для тренировки В оценивании В первую очередь Если вы это сделаете Вы можете сделать их обязательными Или необязательными Вы можете заставить их потренироваться На любых примерах заданий Прежде чем они начнут загружать Свои собственные работы Или после их загрузки Прежде чем они сделают взаимные оценки Подумайте о том Как настроить раздел доступность Вам следует решить Когда студенты будут размещать задания Когда начнут оценивать их И как будет осуществляться Автоматический переход К фазе оценки К фазе семинара После сохранения Вы увидите Что семинар отображается Следующим образом По фазам Семинар всегда существует В одной из фаз Вы можете автоматизировать Некоторые этапы И при необходимости Можно вернуться В предыдущую фазу Как только вы будете Готовы к переключению фазы Нажмите на значок С лампочкой Фаза настройки Будет выделена всегда Так как это начальная фаза Того семинара Который вы только что создали Фаза настройки Нажмите ссылку Редактировать форму оценки Чтобы представить подробные критерии Оценивания для ваших студентов И чтобы они их тоже использовали По завершении Нажмите кнопку Сохранить И закрыть И все выполненные пункты На этапе установки Будут отмечены Зеленой галочкой Теперь Вы готовы Перейти к фазе Представления работ Которая позволяет Студентам Отправлять свои работы Нажмите на лампочку В заголовке Таблицы с фазами И эта фаза будет выделена Фаза представления работ На этой фазе студенты Уже могут представить Свои работы В течении указанного срока Либо срока С разрешенным опозданием После истечения срока Представления Или в фазе оценки Работы Отправленные С опозданием Уже нельзя Будет изменить Нажмите на ссылку Задать Плановое Распределение Работ Если вы Сами хотите Выбрать Какой студент Будет оценивать Чьи-то работы Ручное Назначение Или Если вы хотите Поручить В системе Мудл Выбрать Рецензентов Самостоятельно Случайное Распределение Также вы можете Дать право Оценивать Работу Других Даже если Они сами Не представили Ничего Если в разделе Доступность Вы установите Настройку Переключить На следующий Этап После истечения Срока Подачи Работ То Как только Срок Подачи Закончится Автоматически Включится Следующая Фаза Оценивания Вы Можете Видеть Сколько Студентов Представили Задание И скольким Еще Нужно Представить Нажмите На значок С лампочкой Чтобы перейти К фазе Оценки Если вы Решили Переключить Фазу Самостоятельно Фаза Будет Выдрена Снова Цветом Помните Что вы Можете Вернуться В предыдущую Фазу Если вам Нужно Например Разрешить Студенту Сдать Задание Повторно Этап Оценки Студенты Будут Оценивать Работы Своих Коллег В соответствии С инструкциями И критериями Которые Вы Дали Им Вы Можете Следить За Их Прогрессом Глядя На Свой Класс Или Учебную Группу Под Таблицей Фаз Когда Вы Будете Готовы Нажмите Лампочку Чтобы Перейти К фазе Оценивания Оценок Эта Фаза Снова Будет Выделена Цветом Фаза Оценивания Здесь Система Moodle Вычисляет Итоговые Оценки Для Представленных Работ И Оценки За Оценивание Страница Использования Семинара Дает Более Подробную Информацию О том Как Работает Система Условных Обозначений Для Сравнения Оценок Вы Можете Решить Насколько Строго Вы Хотите Сравнивать Оценки Если Вы Не Уверены Оставьте По Молчанию Очень Строго Вы Можете Делать Пересчет Оценок Несколько Раз Вы Как Учитель Можете Изменить Оценки Здесь Если Потребуется Публикация Работы Вы Можете Показать Другим Студентам Выбранные Материалы Если Вы Этого Хотите Нажмите На Задание И Прокрутите Вниз До Галочки Публикация Работы Установите Этот флажок Чтобы Опубликовать Задание Другие Студенты Будут Видеть Это Задание Как только Семинар Будет Закрыт Закрытие Семинара Когда Вы Удовлетворены Окончательными Оценками Нажмите На Значок Лампочки Чтобы Закрыть Семинар Фаза Закрыта Будет Выделена Цветом И Студенты Будут Иметь Возможность Видеть Свои Оценки Любые Опубликованные Материалы И Заключения Если Вы Это Разрешили Закрытие